В часовне Александра Невского в минувшую субботу прошла служба по тем, чьи жизни унесла Великая Отечественная война. Ранним утром собрались люди, которые чтят подвиг наших дедов, чтобы вспомнить всех тех, кто не дожил до сегодняшнего дня, зажечь свечи и возложить цветы к мемориалу. Против нас, войска сосредоточив, враг напал на мирную страну. Белой ночью, самой белой ночью, начал эту черную войну. 22 июня 1941 года войска фашистской Германии вторглись на территорию Советского Союза. Это произошло в 4 утра. Первые приняли на себя удар границы вблизи от Балтийского моря до Карпат. В течение нескольких часов немецко-фашистские войска перешли к государственную границу СССР и повели наступление вглубь советских территорий. Люди не сразу поняли, что началась война. При тех средствах связи объявить населению о ней было проблематично. Кто знал, что это дело будет? Никто, конечно, в деревне или в селе, или в поселке, никто ничего не знал. Люди спасались, как могли. Еще вчера они мирно жили в теплом летнем дне, а под утро наступило горе, которое длилось 4 года и которое унесло миллионы жизней ни в чем не повинных людей. Николай Родионов и его родных спасла одна литовская семья. Память о ней он хранится с особым трепетом. Сегодня самый такой памятный, как бы сказать, скорбный день. Не только день, а весь 1941 год. Практически вот эти все самые большие жертвы были внесены именно в начале войны. В Видном каждый год проходят мероприятия, посвященные этой дате. Священнослужители Георгиевского храма проводят службу по погибшим в этой страшной битве. В часовне Александра Невского приходит много людей. Представители администрации, горожане, молодежь и, конечно, ветераны. Мы живем благодаря тому, что 72 года назад наш народ, наши отцы и деды, наши родственники начали войну против захватчиков. Жизнь идет, смотрю, возвращаются ребята, кто сегодня закончил школу. В этом и заключается прелесть жизни, где грусть и радость символизируют движение вперед. Война, которая началась 72 года назад, напоминает нам о том, к чему может привести безразличие в обществе. Победа над врагом далась нелегко. И самое важное не забывать, какую жертву принесли наши предки ради мирного будущего. Тот, кто не знает своего прошлого, у того не может быть будущего. И если мы, не приведи Господь, забудем то, что было, то есть большая вероятность, что можем еще раз получить скорбь, слезы и трагедии. Это горе не забудется никогда, потому что оно живет не на бумаге или пленке, оно живет в сердцах. Юлия Погозян и Адами Елена Кошлева. Видное ТВ.